Выступление Меган Маркл в шоу «Элен Дидженерис» вызвало весьма неоднозначную реакцию у прессы и публики по обе стороны океана, как в Великобритании, так и в США. Журналист Ричард Палмер в своей авторской колонке для издания Daily Express попытался дать ответ на вопрос, зачем герцогине Сасекской был нужен этот фарс. Насколько это у него получилось? Читаем. Ричард Палмер пишет, герцогиня Сасекская всегда была сосредоточена на создании своего личного бренда в Соединенных Штатах. И вчера она показала свой более мягкий образ американской публики. После того, как в более ранних интервью Меган позиционировала себя как благотворителя. Борца за равные права и жертву системного расизма в Великобритании со стороны общественности прессы и королевской семьи, это была более приятная, более веселая Меган. Бывшая актриса, стремящаяся к рекламе, вышла наружу, чтобы обхаживать молодых дам и дам среднего возраста, которые смотрят шоу Элен Дидженерис со своими рассказами о своих детях и домашних животных. В Великобритании Меган и принц Гарри являются спорными фигурами, и появляется все больше доказательств того, что многие американцы тоже не заинтересованы в них, особенно после того, как пару обвинили во вмешательстве в политику США. Многие другие американцы купились на совершенно ложный рассказ Сасексов о том, что они были вынуждены покинуть Великобританию, потому что мы все расисты, но некоторые уже начинают сомневаться. Репутация Меган была подорвана ее извинениями перед апелляционным судом на прошлой неделе за то, что она забыла, что сотрудничала с авторами льстивой биографии Гарри и Меган. Обретение свободы, к которой, как она и Гарри утверждали, не имели никакого отношения. Эта история не получила такого же освещения в Америке, как здесь в Великобритании, но она была подхвачена некоторыми основными американскими СМИ, которые до сих пор имели тенденцию изображать ее как американскую принцессу, с которой плохо обращаются британцы. Ей и Гарри нужно укрепить свой имидж, если они хотят продолжать наживаться на своих королевских титулах США, ее интервью с Елен следует рассматривать исключительно в этом свете. Сасекски изменили свой сайт в честь памяти о трагедии 11 сентября, когда были разрушены два башни вследствие террористической атаки, сайт, к слову, вернули в нормальное состояние уже. И в США многих этот шаг очень порадовал. Я пообщалась со своей знакомой, ее зовут Марина, которая живет в Штатах последние 10 лет. Она работает в сфере маркетинга. И вот, что она сказала на этот счет. Марина, ты живешь в Калифорнии уже 10 лет, работаешь в сфере маркетинга. Как ты думаешь, действия Сасекских – это желание напомнить о той трагедии или показательное выступление. Однозначно пиар. Меган никогда раньше не вспоминала о таких событиях. Даже когда была просто актрисой. Я долгое время следила за ней в социальных сетях. И все вот эти напоминания – йога, диеты, эко и так далее – это все дань моде. Трагедия произошла в 2001 году, а вспомнить о ней пара решила только сейчас. В прошлом году молчала, а в этом вдруг осенило. Мы даже с коллегами посмеялись над этим. Видимо пара сменила пиар-отдел. Ты думаешь, что все эти упоминания – это все пиар-отдел? Ну, конечно. Практически у всех известных американцев есть специалисты в штате, которые занимаются их репутацией. Гарри и Меган – не исключение. Если Меган знает болевые точки американцев, например, чернокожие люди, или свобода слова, или упор на эко, то Гарри в этом деле полный профан. Поэтому и нанимают людей, которые обеспечат плавный вход в компанию. Хочешь сказать, что они это все делают для того, чтобы влиться в коллектив? Я думаю, да. К тому же им нужно показать, что они лучше королевы. И более открыты всему новому. Как ни крути, но королевская семья – это закрытая структура. Они показывают только то, что нужно видеть. А сасакские, наоборот, стараются показать все и хорошее, и плохое. Такая прозрачность в теории должна помочь им завоевать сердца простого народа. Как думаешь, у них получится? Я думаю, да. Но через время. И только при условии того, что громких скандалов не будет. Американцы – простой народ. Их удивить или впечатлить очень легко. Большинство из них не любят пафос. Простота – это залог жизни в Штатах. А Гарри и Меган – это сложно. Они вроде как и пытаются показаться хорошими, но на самом деле усложняют все, к чему прикасаются. Если их слова и поступки будут хоть как-то идти в одном направлении, то через 5-10 лет кропотливой работы им удастся завоевать расположение людей. Если, конечно, они не дадут еще одно интервью. А как сейчас к сасакским относятся в США? Ну, сложно сказать. Эту тему обычно не обсуждают. Могу сказать, что тема Бритни Спирс куда интереснее, чем сасакские. К ним относятся. Ровно. Восторга не вызывают. Но они и не делают ничего такого, что позволило бы о них заговорить. Фильмы пока не снимают, подкасты не записывают, книги не пишут, в громких делах не задействованы. Нет контекста, где можно было бы их вспомнить. У них нет авторитета. Например, Опру Уинфри знают как телеведущую и журналистку. У нее есть авторитет и громкие работы. Она уже зарекомендовала себя. А что есть у Гарри и Меган? Ничего. Скандалы не в счет. Основы никакой нет, чтобы о них можно было вспомнить. Марина, расскажи пару слов о себе, чтобы читатели понимали, кто ты и чем занимаешься. Меня зовут Марина, мне 34 года и последние 10 лет я живу в Кремниевой долине. Работаю в Фейсбук, в отделе маркетинга. Реклама в Инстаграме и самом Фейсбуке это все ко мне. За королевской семьей слежу давно. Мне они нравятся. А Меган Маркл узнала, когда посмотрела сериал с ее участием. Долго следила за ней в социальных сетях. А когда пара о свадьбе объявила, то я вообще в экстаз пришла. И актриса, и КС, и все в одном флаконе. Сейчас продолжаю следить за ними в СМИ. Это мнение человека, который живет и работает с американцами уже не первый год, и примерно знает их менталитет. Вы согласны с Мариной? Сейчас в США возможность уйти в оплачиваемый отпуск зависит от работодателя. Нет и оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, что, по словам герцогини, ставит семьи перед крайне сложным выбором. Герцогиня Сассекская Меган Маркл в открытом письме обратилась в Конгрессу США, призвав обеспечить американским гражданам оплачиваемый отпуск, в первую очередь отпуск по уходу за ребенком. Письмо опубликовано на сайте paid leave for all. В июне у нас родился второй ребенок. Как и все родители, мы обрадовались. Как и многие родители, мы были ошарашены. В отличие от большинства родителей, нам не пришлось столкнуться с тяжелым выбором. Провести первые критически важные месяцы с ребенком или вернуться на работу, написала Меган. Она пояснила, что их материальное благосостояние позволило избежать этого выбора, однако большинство семей не имеют возможности не работать. И в отсутствие оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком вынуждены в кратчайшие сроки возвращаться к работе. Ни одна семья не должна сталкиваться с таким выбором. Ни одна семья не должна выбирать между зарабатыванием на жизнь и свободой заботиться о своем ребенке или о любимом человеке. Или о самих себе, если говорить об оплачиваемом отпуске в глобальном смысле, уверена Маркл. По ее мнению, когда ты заботишься о своем ребенке, ты заботишься о своем сообществе, а значит и о своей стране. Герцогиня подчеркивает, что неважно, каким политическим течением принадлежат действующие представители власти. Ведь это выбор не между правыми и левыми, а между правильным и неправильным, и призывает Конгресс поставить семьи выше политики. В данный момент в США нет законодательно закрепленных отпусков. Оплачиваемый отпуск предоставляется по желанию работодателя. Также нет и законодательно гарантированного отпуска по уходу за ребенком, женщины возвращаются в офис после окончания больничного, выданного после родов, если работодатель не предоставляет им других опций. Споры, недоразумения и аргументы. Ситуация в королевской семье иногда бывает напряженной. Однако королева Елизавета II пытается смягчить конфликты. Она решила восстановить отношения с любимым внуком и его женой. Она до сих пор не может смириться с переездом Гарри и Мэган и с тем, в каком свете они представили королевскую семью в знаменитом интервью на шоу Упры. Сама она не намерена больше держать обиду. Она хотела бы познакомиться со своей младшей правнучкой. Лилибет Диана Моунтбаттен-Виндзор родилась в июне в больнице в Санта-Барбаре, Калифорния. И мать, и ребенок здоровы и чувствуют себя прекрасно. Лили названа в честь своей прабабушки, ее величество королевы, семейное прозвище которой Лилибет. Ее второе имя, Диана, было выбрано в честь ее любимой покойной бабушки, принцессы Уэльской, говорится в официальном заявлении Гарри и Мэган. 4 июня мы были благословлены рождением нашей дочери Лили. Она больше, чем мы могли себе представить. Мы благодарны за любовь и молитвы, которые льются на нас со всего мира. Спасибо за вашу неизменную доброту и поддержку, в это особенное для нашей семьи время. Обратились они к тем, кто желал им добра. По данным одного таблоида, Елизавета II скоро получит возможность увидеть детей княжеской четы. Монарх выступил с предложением. Она пригласила Гарри и его семью в свое летнее поместье в Балморале. Почти все были удивлены, когда Гарри сообщил, что он прибудет туда, сообщает New Idea. Предполагается, что в поездке его не будет сопровождать Мэган, которая хочет избавить себя от неловкости, с которой она может столкнуться перед королевскими особами. Мэган вряд ли появится. Она сказала друзьям, что никогда не вернется в Великобританию, добавляет издание. Королева Елизавета II с нетерпением ждет момента, когда она лично увидит Арчи и маленькую Лили. Она также с нетерпением ждет встречи со своим любимым внуком. Визит Гарри может, наконец, привести к примирению. Она надеется, что Гарри в любой момент подтвердит их приезд и познакомится с маленькой Лили. Также говорится, что Гарри не стоит ожидать теплого приема от принца Уильяма, принца Чарльза и принцессы Анны, сообщает New Idea.